Путиловка. Мы сейчас находимся у женщины одинокой, которая живет на Буслаево, да? Нет, Проспект Киевский. А, Проспект Киевский, да? 79. И вот мы привезли ей продукты благодаря жителям города Москвы, которые жертвовали свои средства на концерте Юлии Славянской. Женщина осталась одна. Во время сильных обстрелов, которые здесь происходили в 14-15 году, у ее мужа случился инфаркт. И он умер. И она осталась одна. С разбитой квартирой. Да, квартира, вы видите. У меня еще там спальня разбита. А когда здесь, когда бомбили, вы тоже здесь находили? А, да. Нет. У город же выезжали. У нас же ни света, ни газа, ничего не было. 9 августа вот здесь снаряд у нас упал. Полетели стекла и все остальное. Здесь жить невозможно было. А? Нет, здесь жить нельзя было. Квартира потом была залита. Ой. Квартира залита, видите. А потом я ее сушила. Пока перешла сюда. Меня подключили уже, когда подключили газ. В 15-м году, в декабре. Вот я уже тогда начала здесь жить. Все равно бомбили тоже, да? А? В это время тоже бомбили? А как же. Конечно. Вот только, ну сколько месяцев вот это перемирие. Эти как-то Путиловку сейчас меньше трогают. Вот месяца два не слышно было взрывов. Вот так мы все время тут от страха. Страх, я так сказать, живем. Спасибо. У нас двое здесь всего. Больше нет в подъезде. Вот с 14-го года как уехали люди, и все, и больше никто не возвращается. Спасибо, люди, вам за вашу помощь. Низкий вам поклон. И храни вас, Господь. Да вам спасибо большое, что вы о нас заботитесь. У меня еще акта этого нет. Я не знаю, почему мне его не дали. А и нигде мне не ставят на учет в этом плане помощи. Я понял. Не так-то. Ну, вас не забываем и будем навещать. Спасибо. Когда вас в следующий раз ждать? Не знаю, как получится. Много людей еще. Ну, постараемся побыстрее. Как вам?